16.05.2024, вы на Божьем канале, с Олегом Сосковым. Давайте следующую тему обсудим. Зеленский поехал на фронт и был в Харькове, проводил там ставку, был в госпитале, там вручал награды, медали, там другие вещи. И с ним были корреспонденты группа ABC News. И он давал им интервью, соответственно. Ну, давал так давал. Что важно, заявил, что, говорит, мы не можем потерять Харьков. Для того, чтобы его типа не потерять, надо всего лишь две установки Патриот американских. А их нет, этих двух установок. Потом там спрашивали его про эту помощь американскую. Он говорит, ну, это как бы наш идет сразу американцам. Ну, то есть он правильные вещи. В данном случае он правильно говорит, что это же американцам деньги идут. Ну, он же их не критикует. Говорит, что если это не Украина будет, то будет другая страна Европы. И вот здесь наступают такие, как бы непонятные коллизии. То есть ситуация там очень сложная. И можно задать ряд вопросов. Ну, вопросы такие, как бы очень простые. Но почему-то на них нет ответов. Вот, приводятся слова там разных, ну, не только в этом интервью, но и в других материалах. В частности, вот, приводят слова с позывным Ронин там. Ну, сложно сказать, так или не иначе. Говорится о том, что якобы очень уже недоукомплектованные подразделения и прочее. Ну, то, что они недоукомплектованные, это понятно. Они же не могут. Вот, с Марса Юпитера не присылают сюда солдат, да, новых. То есть, а молодежь, она не хочет идти. Потому что никто не понимает смысла. Вот, смысл в чем? Это экзистрациональный смысл того, чтобы пойти на эту линию столкновения, назовем это фронтом, и там погибнуть. Молодому человеку. Вот сейчас заявляется, что надо 100 тысяч набрать ребятам, которым будет 25-26 лет. Представляете? Ну, они все погибнут, это понятно. А их и так немного. Их всего-то рождено было больше там, чуть больше 400 тысяч. Ну, какая-то часть всегда уже ушла, какая-то часть выехала. Ну, там сколько их осталось? 350 тысяч. То есть, вот 100 тысяч забрать, да? Одну треть забрать. Из тех, что есть. Тогда вот эти два года практически уже точно нет. От них никто не родится. Это кто-то вообще понимает или нет? Ну, я думаю, из тех, кто сейчас в Совете Верховном, при власти, они так точно ничего не понимают. Большевики, они что-то понимают? Нет, не понимают. Сейчас, я так понимаю, я как себе представляю, сейчас начнется массовый выезд украинцев, мужчин за границу. Любой, любой, любой ценой. Просто с 18 мая, то есть, сегодня у нас 16-е, четверг, 17-е, пятница, 18 суббота, 19-е воскресенье. С 20-го, собственно, с 20-го заканчивается полная легитимность Зеленского как президента. Его избрали на 5 лет, все. По конституции он уже не президент. Ну, и, соответственно, военное положение продлевается неконституционно. Все нарушено, конституция порушена. Поэтому закон это не закон, а просто произвол. Никто никому вообще ничего не должен. Это все ложь. И будет попытка начать массовый террор вот этими военкомами. Ну, соответственно, будет внутренняя война. Будет внутренняя война. Она уже идет, но она еще так как бы вяло идет. Это будет открытая война. Даже не хочу как бы описывать, что будет твориться. Это будет очень-очень тяжелый случай. Вы на Москве ее не смотрите. Там у них все по-своему. Там будет бунт суровый, кровавый, беспощадный. Там всегда так происходит. Суровый, кровавый. Там время должно. Там оно просто все запаздывает. Они всегда последние, где это происходит. Сейчас очередь Украины. Беларусь должна, обязательно Беларусь должна взорваться. Сто процентов. А потом уже потихоньку, потихоньку оно придет и в Российскую Федерацию. А Украина должна однозначно будет через это сейчас проходить. Ну и как бы Зеленский позиционирует себя, что получается, что Запад не слышит. И кто-то его спросил с этой американской. Ой, как там она называется? ABC. По поводу визита Блинкина. Видно. И высказал точку зрения, что Зеленский был разочарован этим визитом. Говорит, а кто же виноват США? Он говорит, нет, весь мир виноват. Ну так тогда Зеленский какой-то странный. То есть он недоволен, что деньги сразу не дали, помощь. Ну так надо было войну заканчивать, не объявленную. Надо было ее заканчивать. Раз не дают, значит заканчивай. Чего ж ты ее не заканчиваешь? А раз тебе не дают патриоты. Раз тебе заявляют, что в НАТО не берут. Ну тебе говорят открытым языком, что пошел вон с нашего поместья. Мы тебя к своему столу не пустим. Твое место там где-то, как говорится, вот такое выражение есть, да? Где он должен находиться, да? Даже не в гардеробе. Ну так что ты набиваешься к ним? Что ты клянчишь у них все время? Просто выйди с игры. Сбрось карты и выйди с игры. Тебе Путин уже десятки раз это предлагал. Договор был парафирован в апреле. До 24 февраля тебе предлагали вообще не начинать это все. Тебе предлагали. Надо было просто взвесить риски. Всего там. Это нормально. Уметь взвесить риски. Вызовы, угрозы, свои возможности. Ну, сейчас сто процентов надо останавливаться. Сто процентов. Запад ведет себя просто. Золотой миллиард ведет себя просто. Наглым образом. Настолько нагло. Настолько мерзко. Вероломно. С ним невозможно вести дело с Западом. Ни с кем из них. Особенно после того, что произошло с премьером Словакии, ФИЦА. Надо просто прекратить это делать. Да и все. Надо просто заботиться о себе. Начинать просто заботиться о себе. О своем каком-то выживании. И все. Но для этого не надо мучить свой народ. Самое правильное, конечно, Зеленский должен просто сказать, что все, его полномочия закончились. Он уже не будет ни на что претендовать. Отменить военное положение. Да и все. Единственное, что он может сделать, я это десятки раз говорил, это уйти, сделать, чтобы уже не было прямых выборов президента. Чтобы он был последним президентом, которого избрали на прямых выборах. Все. Ничего не сделай. Ему были бы все очень признательны. И продолжил бы свою политическую карьеру и жизнедеятельность. Почему не делать этого? Ну, после визита сейчас Путина в Китай, там вообще просто любовь до гроба. Китай, Россия, дружба в век. Уже ничего другого варианта не остается. Вообще не остается. Какая формула мира в Швейцарии? Ну, реально же надо. Какой Запад? Ну, какой? Ну, о чем речь? На фронт стабилизировать очень просто. Тоже ж надо полицейских на фронт погнать и все. Гнать на фронт надо внутренние войска. Нацгвардию. Надо все погранвойска с западной границы бросить на фронт. И все. Займите это Шибикина нафиг. Вот. И будет граница в Шибикино. И будет новая-то Волжанка в Украине. Нет проблем. Создайте там временное правительство российское. В чем проблема, Зеленский? Плюнь ты на этих всех российских, на Байдена, на всех этих, на этих всех блинкиных. Можешь плюнуть или нет? Сколько там этих атакуют? Ну, сколько? То есть, есть же сила внутренние войска 220 тысяч. Зачем вам эта мобилизация? Объясните мне. Может кто-то объяснить? Если под ружьем в Министерстве внутренних дел находится 220 тысяч. Плюс прокуроров тысячи. Плюс члены их семей. Все прокуроры имеют оружие. Плюс судей сколько. Особенно апелляционных судов, которые сейчас выносят карательные приговоры, так называемым, мужчинам, которые отказники. Слово придумали ухилянты. Они отказники. Они не хотят. Они имеют полное право отказаться от идти на убой и стрелять других людей. По своим убеждениям. В чем проблема? Это правильно? Ну, и бросьте на фронт. Они же не хотят. Они хотят стрелять. Давайте пусть стреляют. Детей бросьте на фронт. Ну, что за ерунда какая-то? Зачем ходить кого-то ловить? Вот у вас судей есть. Есть прокурор. Есть у вас внутренние войска. Есть погранвойска. Чего же вы их не бросаете на фронт? Говорит, нету людей. Нету людей. Нет людей. Так как же их нет, когда их полно? Их навалом этих людей. Конечно, Сирский оказался в этом плане слабенький. Слабенький. Он очень слабенький. Потеря, по-любому потеря заложного, шепталы, огромного объема людей, которых просто выкинули никуда. Это преступление. Это сто процентов. Даже на его потери. Это все во время такой тяжелейшей войны выбросить огромный объем людей, которые обеспечивали стояние и освобождение территории. И в тяжелейший период взять их выбросить – это абсолютная глупость. Так же, как выбросить того же министра иностранных дел этого, а потом послом он стал. Представь, как так можно? То есть, успешных людей, того же Резнякова выбросить. То есть, это настолько глупое, настолько детское, примитивное отношение к кадрам. Это детская обидчивость. Это какое-то вообще недостойное совершенно. Если ты президент, ты вообще не имеешь права так относиться к людям. Ну, оно теперь фактически критическая ситуация на фронте там. Это московская группа. Поэтому, ну, бросьте туда эти группы, да и все. СБУ туда бросьте. Это в чем проблема? Выбейте, пойдите на эту… Дойдите до Шебекина. Вы же там были в Шебекино. В чем вопрос? Возьмите Шебекин. Чего с Вашингтоном, этим Лондоном? Вот это же сказал министр обороны Великобритании. Никакого НАТО вообще ничего не будет. Зеленский, о чем… Что вы послали каких-то этих депутатов типа в США, чтобы они там лоббировали вступление в НАТО Украины, чтобы можно было оружие использовать? Где используют? Плюньте на них. Смотрите на Натаньяху, как он действует. Плевать он на этого Байдена хотел, и на Блинкина, и прочих всех. Вошли танки в рафах, да и все, и нормально. Что ж вы такие какие-то смешные? Это вообще как дети. Ну, что с детей возьмешь? Возьмите Шебекина. Это не проблема взять. Наступайте. Если они градами выходят на дорогу, там пробка машин, они град выводят на дорогу, московиты, и бьют градом. Все машины стоят. Так боните по этому граду, да и все нормально будет. То есть, это же, значит, приказа нет. Значит, слушают вашингтон. Ну, так тогда не надо его слушать. Тогда идите на переговоры. То есть, мы с вами видим, это, так я вам называл, это называется цукцван шахмата. Каждый следующий ход, он ведет к ухудшению в целом позиции. Плюс цитнот, времени нет. Цукцван цитнот, цукцван цитнот. Ну, так, что делать-то? Что делать? Надо идти на прекращение огня и все. Но перед этим прекращением надо напасть на Белгород. Войти к Белгороду, к Валуйкам идти. Что ж тут непонятного? Надо использовать войска Министерства внутренних дел. И все. Иначе, а если Зеленский не может, ну, так иди в отставку, да. Пусть будет, придет тот, который это может делать. Который прикажет и будет это делать. И все. Или я как-то ничего-то не понимаю, тогда как. У нас так учили. Вызывем все, скажем, на Большом канале. 16-е сегодня, мая уж. До новых встреч. Субтитры делал DimaTorzok